Всем добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре вместе с Александром Элдером, на первом вебинаре с Александром в этом году. С прошлого вебинара у нас прошло практически полтора месяца. Много чего на рынке поменялось. По крайней мере, президент США поменялся. Поменялись несколько направлений в разных акциях. Мы видим, что S&P вновь показывает локальные максимумы. Поэтому достаточно много вопросов, которые хотелось бы и интересно было бы обсудить в ходе сегодняшнего вебинара. И я думаю, что мы как раз и постараемся это сделать. Но прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить, что торговля, инвестиции, трейдинг, они всегда связаны с рисками. И важно это для себя понимать и с этим вопросом разобраться. Для тех, кто присутствует впервые на нашем вебинаре, вебинар проходит на площадке Нрав Маркетс. Нрав Маркетс – это брокерская компания. Мы предоставляем сервис практически по всему миру. Даем возможность как инвестировать классическим способом в акции, в американские, европейские, азиатские, так и иметь возможность торговать также с плечом. Но важно понимать, что торговля с плечом также более рискованная, поэтому нужно более разумно к этому подходить. В своей торговле мы предоставляем платформу MetaTrader 5, которая завоевала уже определенное доверие. И там вы также можете использовать счета как именно для трейдинга, так и для инвестиций. В Admiral Markets мы уделяем большое количество внимания обучению. Поэтому мы счастливы, что Александр раз в месяц приходит к нам, делится с нашими слушателями опытом, дает, скажем так, наставления в ходе каждого вебинара. Но со своей стороны также хочу порекомендовать, обратить вас внимание и подписаться на YouTube-канал Admiral Markets. Именно там вы сможете найти записи вебинара Александра, как это, так и, например, если вы пропустите его в следующий раз, то обязательно запись там появится. И как раз вот под записями этого вебинара вы можете принимать участие в конкурсе, который мы проводим каждый месяц и разыгрываем книгу с автографом Александра. Поэтому обязательно подпишитесь на YouTube-канал. Ссылочки я тоже сейчас направлю, чтобы вы смогли это сделать. Также рекомендую подписаться на Telegram-канал Admiral Markets. Там мы делаем все оповещения о наших вебинарах, также о записях вебинаров. И это такой способ более оперативно, скажем так, получать уже непосредственно информацию о том, что есть нового и что полезного вы для себя сможете найти. Также есть отдельно и другие вебинары, которые вы тоже для себя можете посмотреть. Я уверен, что вы сможете найти много интересного и также получить для себя дополнительные знания. Со своей стороны, да, теперь я хочу передать слово Александру. Как я уже сказал, мы не виделись уже достаточно давно. Очень долгий у нас был перерыв, практически полтора месяца. Всегда мы с нетерпением ждем вебинаров Александра. Всегда интересно услышать ваше мнение и перенять чуточку вашего опыта. Ну, стараемся перенять как можно больше, ну, сколько получается. Поэтому, Александр, готов передавать слово вам. Спасибо большое, Роман, за доброе такое вступление. Вам слышно? И так, я хочу посмотреть. Вы слышите мой голос, да? Да, все в порядке. И я должен нажать, чтобы показывать вам свой экран. А у меня написано, что вы меня поставили под замок. Я сейчас вам переключу. Мы можем начать… А вы хотите, чтобы я начал, наверное, с вашего, по вашей системе, с вашей программы, а потом вы меня переключили? Прекрасно. Да, то есть мы можем посмотреть как раз… Ну, в самом начале было бы интересно получить как раз такой от вас, ну, так скажем, краткий экскурс того, что произошло, да? Ну, как и жители США, Дан Байден только вступил. Рождество, Рождество произошел, Новый год произошла, произошли выборы. Вы знаете, я жил в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке много лет, и поэтому я всегда считал Трампа грубым и очень вульгарным человеком. То есть я бы никогда не хотел бы позвать его в гости, например. Я не думал, что он ко мне особо и собирался бы, но мужик очень грубый. Но как президент, я считаю, он сделал великолепную работу и в экономике, и во внешнеполитических отношениях. Он обвиняет Байдена, что у него украли выборы. И я думаю, что это неправда. То есть, несомненно, какое-то жульничество было. Какое-то жульничество немножко, его всегда есть. Но, во-первых, с таким огромным преимуществом голосов, это все-таки не краденые голоса. Что произошло, я помню, я сам сидел, смотрел выборы в день выборов, голоса шли очень сильно за Трампа. И казалось, что он вообще захватывает все. А поутру оказалось, что совсем наоборот. Почему? Потому что, когда закончились выборы днем, они стали открывать конверты. Потому что очень многие голосовали дистанционно в этом году. Огромное количество людей голосовало дистанционно, включая меня. И большинство, кто голосовал дистанционно, это были демократы. Долго объясняют, как это и что. Но, короче, вот так вот появились эти демократические голоса. Трамп проиграл. И проиграл очень, повел себя очень некрасиво. Во всем этом деле он мог бы спокойно сделать хорошую мину при плохой игре, уйти. Он набрал все-таки больше 70 миллионов голосов. То есть он набрал больше голосов, чем любой республиканский президент за последние сколько-то десятилетий. И через 4 года вернуться ко власти. Но то, как он судился и ругался, и подстегивал людей, а это нападение на здание Конгресса, это, конечно, отравило его репутацию и отравило отношения к нему. Теперь вопрос, кто будет следующим кандидатом республиканской партии. Есть несколько очень привлекательных личностей. Посмотрим, кто из них начнет выходить вперед. Я только надеюсь, что Трамп не начнет им ставить теперь палки в колеса. Да, мужик очень, конечно, грубый. Вот так вот. Я думаю, что особых перемен, особых перемен таких в политике в Америке ожидать не приходится. Огромных перемен. Почему? Потому что это не то, что вот, как в некоторых других странах, что есть царь, вокруг царя есть прислуга, и вот что царь и прислуга хотят, так оно и идет в этой стране. В Штатах очень децентрализованное управление. В том смысле, что очень много таких очажков власти и очажков интересов. И они очень активно отстаивают свои права. Особо дружит с Китаем. Естественно, одно из достижений Трампа. Он действительно обратил внимание нас всех, что Китай – это колоссальная опасность демократии. Китай – это как в свое время был Советский Союз или Витлеровская Германия. Очень опасный, очень опасный оппонент. Сын Байдена в бизнесе с китайцами, из которого он был вынужден выйти. И я думаю, что в связи с тем, что Байдену просто для поддержки репутации придется быть жестким с Китаем. Он должен себя вести так, чтобы никто не мог ему сказать, «А, да, 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 тебя купили». То же самое с Россией, с Украиной. Несомненно, перемены какие-то будут. Перемены уже начались. Например, отменены некоторые иммиграционные запреты на мусульманские страны. Перемены будут, несомненно. Но в американской системе огромная стабильность. И я думаю, что стабильность вывезет, на этом и держимся. Будем ждать, что произойдет через 4 года. Я только надеюсь, что Байден выживет все 4 года, потому что, конечно, темная лошадка – это его вице-президент. Такие вот пироги. Рынок стоит на ушах. Правда, сегодня на рынке началось резкое падение. И я не сомневаюсь, мы посмотрим на это. Может быть, давайте перейдем к вашим графикам. Значит, план на сегодня. Смотрим ваши графики по главным рынкам. Потом переходим на мои графики, на конкретные акции, которые подали, запросили участники нашего вебинара. Ответы на вопросы. И на этом мы закончим. Знаете, я боюсь, что мы в час не уложимся. Так что, если мы задержимся несколько минут, то не обессудьте. И, кроме того, хочу сказать, надеюсь, Роман, я не выдаю никаких ваших тайн в этом деле. Но я хочу упомянуть вкратце о нашей беседе, где-то несколько недель тому назад, где мы обсуждали то, что вы хотите разработать набор моих инструментов для компании MetaTrader, которой пользуетесь вы и которой пользуются многие ваши участники. И что я вам с удовольствием помогу в этом проекте. И мне это будет очень приятно. За это, Александр, вам отдельное спасибо. С удовольствием. Вы знаете, меня очень коробит, когда кто-то хватает и бежит. А, вот сейчас скопировал из книжки. Причем скопировал неправильно в большей части случаев. И вот так в тихую и в темную все сделал. Когда ко мне приходят вот так вот с открытым лицом и с открытыми руками. И, естественно, как аукнется, так оно и откликнется с удовольствием. Так что, когда вы начнете работать над этим проектом, то я с удовольствием к нему подключусь к советам. Кроме того, любые разработки, которые вы сделаете по индикаторам. Вы знаете, я уже привык работать в системе TradeStation. Но это американская система, и за границей трудно ее пользоваться. Допустим, вы сделаете график, скажем, той же Теслы по своей системе. Я делаю график по своей системе. Мы их сверяем, чтобы они были абсолютно аналогичными. Таким образом, мы знаем, что ваша система полностью сделана так же, как и моя. Отлично. Ну, вы несколько приоткрыли небольшой сюрприз для наших участников. Ну, ничего страшного. Нет, это хорошо. Значит, мы будем это делать чуть быстрее. Поэтому, да, я думаю, что мы скоро наших клиентов, клиентов Admiral Markets, порадуем тем, что внутри нашего метатрейдера будут установлены индикаторы Александра, и наши клиенты смогут ими пользоваться. Поэтому, да, разработка над этим вопросом ведется. Это занимает больше двух дней? Хорошо. Окей, давайте посмотрим рынки. Значит, на экране рынок S&P, и вот это так, как я люблю его видеть. Слева недельный график. Это график, на котором отсматриваем, делаем стратегическое решение, справа дневной график, тактическое решение. Что мы видим на недельном графике? Где-то осенью начался колоссальный бычий рынок в марте, в марте-апреле прошлого года, оказавшийся огромной неожиданностью для многих людей, и в том числе для меня, потому что экономика по всему миру затухла, а рынок пошел вверх. Но, тем не менее, технические индикаторы позволили схватить его и провести. И что я хочу отметить на этом графике? Рынок дает сигналы о своей силе своим отношениям к линиям. Красные и синие линии – это скользящие и средние, а такая прерывистая линия – это конверт. И вы видите, как где-то по весне он почти, рынок дошел до конверта. В августе он ударил в конверт, и это была максимальная сила рынка. А сейчас, хотя ралли продолжается, рынок все дальше и дальше от этого конверта. То есть рынок постепенно начинает ослабевать. Импульсная система, которая в октябре-ноябре была зеленой, и эта полоса, идущая поперек этого окна, была зеленой, а сейчас становится синей. То есть, опять-таки, импульс вверх ослабевает. Смотрим на MAC-дегистограмму. Имеется некоторое медвежье расхождение, то есть последний пик ниже предыдущего. Но это не лучший сигнал. Почему? Потому что для меня одним из важных показателей этого сигнала является донышко между двумя пиками. А эта донышко очень плоская. То есть оно показывает, что у медведей силы было немного. Поэтому я это расхождение беру, так сказать, с большим подозрением. Оно есть, но не очень впечатляет. Значит, тренд вверх, но ослабевает. Переходим на правую сторону, на дневной график. И здесь мы видим, что рынок так довольно аккуратно курсирует между скользящими, между зоной ценности, это зона между двумя скользящими средними, и верхним конвертом. И как раз сегодня рынок довольно резко, довольно резко, резко обвалился. Он пробил зону ценности. А сейчас, вот мы с вами разговариваем, мы почти ровно на середине трейдингового дня в Штатах, и рынок сейчас в зоне ценности. Теперь, конечно, ключевой вопрос, пойдет ли он дальше вниз, или он затормозит в зоне ценности и даст нам очередной взлет вверх. История повторяется, история любит повторяться, поэтому на данный момент тренд недельного графика вверх, тренд дневного графика вверх, за исключением последнего этого дня. И дивергенций особых нет. Я бы скорее поставил на продолжение тренда вверх. Быка хранить еще и жарить еще рано, думается мне. Но мы посмотрим на... Но это общее мнение по рынку, а торгуем мы не рынком, а торгуем акциями. Мы посмотрим через несколько минут на акции, предложенные нашими участниками, очень много интересных заявок. Мы до них дойдем скоро. Давайте, какие еще рынки надо посмотреть? Золото стоит посмотреть, наверное. Все говорят, будет инфляция. Будет инфляция, будет инфляция, будет инфляция. Почему? Потому что американское правительство, особенно вот сейчас с Байденом, поддерживать экономику, всем выдавать... Короче говоря, с царими деньгами. Один из предыдущих управляющих директоров Федеральной резервной системы, Бет Бернанке, он где-то лет 10-12 назад был управляющим Федеральной резервной системой. Я случайно столкнулся на конференции пару лет назад в Бразилии. Очень приятный мужик, такой типичный профессор, интеллигент. Бет Бернанке говорит, ну, если будет рецессия, то будем деньги разбрасывать с вертолета. Ну, это шутка была, конечно. Но это именно то, что сейчас делает, начинает делать наше правительство. Деньги с вертолета. Значит, если... А золото с вертолета не бросают, да? Поэтому, если то же самое количество золота преследуется гораздо большим количеством денег, то золото должно подорожать. Все очень логично, но этот процесс еще не начался. Золото установило на недельном графике пик летом, выше 2000 долларов за унцию. Золото отыграло вниз примерно 15-20 процентов. И сейчас дешевле 2000, сейчас вот где-то 1850 долларов за унцию. Обычно, когда начинается бычий рынок золота, то он начинается с акций, а не с самого золота. Почему? Потому что есть акция золотодобывающей компании. И, допустим, их стоимость достать эту унцию золота из-под земли составляет 1900 долларов. Скажем, к примеру, да? 1900. Сейчас золото стоит 1850. Поэтому они особо его не копают, только копают. Достаточно, чтобы расплатиться по счетам, потому что на каждой унции они, грубо говоря, теряют 50 баксов. Теперь, допустим, золото поднимется на 100 долларов, само золото. И вдруг они из потери приходят в прибыль. Вот так вот. То есть золото поднялось всего лишь немножко, а компания вдруг начала работать в прибыль. Золото поднимается 200 долларов до предыдущей верхушки. Да, очень хорошо, 20 процентов. Но у компании доход повысился в 3-4 раза. Поэтому компании гораздо быстрее реагируют на перемены цен золота. Поэтому надо следить за ценами золотых компаний. И мы, в частности, по конкурсу, кстати, получили пару компаний, которые мы посмотрим сегодня. Но пока что золото еще спит. Разговариваем тихо, чтобы не разбудить. Ну и можем завершить наш экспресс-обзор евро-долларом, так традиционно, чтобы затронуть и валютный рынок, и фондовый рынок такими общими мазками. Евро был очень силен. И, если память не изменяет, я на это обращал ваше внимание в предыдущих вебинарах. И опять-таки отсматриваем силу евро, пользуясь на недельном графике, пользуясь зоной ценности, это между красными и синими линиями, и зоной конверта. Когда золото первоначально взлетело, вот это было летом, осенью, посмотрите, насколько выше конверта оно поднялось. Это было где-то в июне, в июле. Оно упало, вернулось в зону ценности, отдохнуло там несколько, где-то пару месяцев, и после этого новый взлет опять-таки выше конверта, но не настолько выше, как это было раньше. И сейчас евро опять находится в режиме отдыха. На недельном графике евро опустилось к зоне ценности, пока все еще над ней. На дневном графике у правого края сегодня особенно у золота было такое резкое падение, извините, у золота, у евро было такое резкое падение, сейчас евро подтянулось немножко, но это падение началось пару недель назад. и посмотрите на глубину МССД гистограммы. Это рекордная глубина за долгий период времени, и это показывает, что медведи в евро очень сильны, поэтому я бы ожидал второго дна бычья дивергенция и евро опять на покупку. вот сказать, к чему надо быть готовым. На недельном графике МССД гистограмма уже ниже нуля, и опять-таки, когда она кликнет, развернется, она падает уже несколько, падает целый месяц, когда это падение завершится, она кликнет вверх, даже не надо дожидаться пересечения нулевой линии, это будет сигналом на покупку. я думаю, если память не изменяет, я об этом говорил раньше, у меня была приятельница великолепный трейдер, великолепный трейдер, когда она вот видела такого типа ситуацию, когда вот сейчас делать нечего, но намечается возможно то и все, она распечатывала такой график, красным карандашом толстым отмечала, чего она ожидает, и прикалывала этот график к стене возле своего торгового терминала, поэтому каждый раз подходя к терминалу, она видела свой план действий на стене. Сделка как и в золоте, сделка намечается, но в данный момент ее еще нет. Спасибо большое, Александр, но я думаю, что мы все основные инструменты посмотрели, единственное, что я еще сейчас вспомнил, может быть, нефть марки бренд, потому что тоже активное движение, начиная с этого года особенно. Нефть кровь экономики, и поскольку экономика по всему миру улучшается, спрос на нефть естественно повышается, поэтому нефть имеется бычий рынок, многие из акций, которые были представлены на конкурс сегодня, это акции энергетических компаний, и здесь мы видим, что недельный график в бычьем режиме слева, а справа мы видим дневной график, который дает, кстати, очень прямо с экрана прыгает в лицо систему, покупаем в зоне ценности и продаем, когда нефть коснется верхнего конверта, коснулся, Роман уже обводит его стрелочкой, потому что знает, изучил систему, приятно видеть, вот так вот, и сейчас, то есть сейчас нефть консолидируется чуть-чуть выше зоны ценности, и опять-таки, я бы не стал гнаться за ней, я бы расположил заказ на покупку в самой зоне ценности, хоть на красной, может быть, первую треть на красной линии, вторую треть чуть-чуть ниже, третью треть посередине, и вот так вот, и дал бы рынку решить, какую позицию он мне даст, маленькую, среднюю или большую. Спасибо, Александр, за этот обзор, мы сейчас, наверное, могли бы объявить победителя тогда предыдущего конкурса, как раз сказать, какая акция у нас по результатам полутора месяцев со дня последнего вебинара до сегодняшнего вебинара показала самый лучший результат, и тогда уже можно было перейти к следующему. Сейчас я сделал демонстрацию экрана, чтобы мы вместе это посмотрели. Скажу от себя, что я тоже был этому несколько рад, потому что у нас акция, которая победила, то есть самое продолжительное движение в процентах со дня последнего вебинара, который у нас был с вами 16 числа до 26 января, показали акции компании Никола. И я для себя тоже на этих уровнях, когда они были около 17, они были уже в портфеле в таком долгосрочном, я их тоже себе немного докупил. Наш победитель с не очень читаемым ником, но я думаю, что на ютубе я также напишу, и мы обязательно свяжемся и подарим вам книгу с автографом Александра. Этот ник кто-то просто провел пальцем по верхней строчке компьютера. Это да. Кверти это название западной клавиатуры. Потому что первые буквы Q, W, E, R, T, Y. Ну и в целом также по всем акциям, если мы смотрим, ну просто я хотел добавить, опять шорты, они практически все шорты оказались убыточными, то есть все равно цены за эти полтора месяца по многим компаниям подросли, по каким-то может быть и немного, но тем не менее. Но в целом опять же по тому срезу, который у нас есть, порядка 27% суммарно по всем акциям, которые мы делали. Александр, может быть у вас есть какие-то еще тоже дополнения по... Знаете, я, к сожалению, на предыдущем конкурсе потерял немножко денег, потому что акция, которая мне понравилась, это акция NGL. Если вы хотите, я покажу на своем экране. А вы, кстати, мне ее прислали, я могу ее сейчас открыть и показать, я уже тоже подготовил. Вы знаете, это, я думаю, нашим участникам это будет два урока. Урок А, это насколько важно, насколько важно держать визуальный дневник своих сделок, потому что мы все бежим вперед и наступаем на те же самые грабли, а когда у вас есть такой вот дневник, то это, конечно, совершенно другая, вы учитесь на своих сделках. Это дневник, я помню, я вам прислал дневник входа, ну ладно, а это дневник выхода уже. Значит, это акция НЖЛ, зеленая стрелка показывает, где я ее купил, почему я купил, бычьи дивергенции на недельных, на недельной МСД-гистограмме, МСД-линиях, на индексе силы, все было, сказать, очень хорошо. На дневном графике я немножко поторопился, импульсная система красная, когда я купил, она была синяя, но к концу дня рынок просел по красным опять. Я купил выше, но я купил выше зоны ценности, что было неправильно. Поторопился, поторопился. Акция стала опускаться, и она чуть-чуть не дошла до моей цены стоп-лосса, но, как я посмотрел на эту печальную картину, как каждый день ниже, 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 я не стал дожидаться, пока она ударит по моему стоп-лоссу, и закрыл позицию с небольшой потерей. Если посмотреть на этот график сегодня, то оказалось, я продал на последнем самом низком дне, после этого акция развернулась, пошла вверх, и сделка была бы прибыльной. Так что я решил сэкономить немножко на своем стопе, но, как часто получается, экономия оборачивается расходом. Так это бывает, но, тем не менее, это такая неотъемлемая часть трейдинга. Хорошо, Александр, в принципе, да, то есть я тогда останавливаю демонстрацию экрана, и открою список тогда участников, которые присылали. У вас он есть под рукой? которые... Да-да-да, он не только под рукой, а он у меня есть, я их всех ввел в свою систему, то есть мне даже их впечатывать больше не надо. Так. Где же, где же, где же? Ну и для тех, кто нас слушает, правила конкурса будут в конце видео, кто нас смотрит на YouTube-канале, то обязательно дождитесь, и я еще раз о них расскажу. Я просто на секундочку вытащу еще эту акцию NGL. зеленая стрелка, где купил, красная стрелка, где продал, и после этого акция хорошо очень поднялась, выше 3 долларов, и был совершенно сумасшедший день, когда она взлетела от 3 до 4.20, и я не сомневаюсь, что если бы я, если бы она у меня была, увидев, как она открылась низко, взлетела высоко, и потом стала вот с такого экстрима падать, я думаю, что где-то посередине этого экстрима я бы из него выскочил с прибыли уже. Когда экстрим не держит, то оставаться и сидеть уже больше не стоит. Так что занятная сделка. А что касается Никола, что происходит на рынке сейчас, опять-таки, это то, о чем я говорил раньше. Каждый раз, когда я смотрю на любую акцию, начинаю разбираться в любой акции, сейчас я хочу показать вам другой экран, ShareScreen. Где же, где же, где же, где же. Safari. И мы идем. Окей, вы видите, видим график на белом? К сожалению, видим только узкую полоску. Вот мы не видим весь экран, но мы видим только узкую полоску, буквально верхнюю часть только. сейчас. Одну секунду, сейчас еще раз. ShareScreen. А, все понятно. Окей, сейчас, сейчас, сейчас. Где же, где же, где же, где же. Окей, поехали. Я пытаюсь вашу акцию NKLA сюда поднять, но почему-то она не хочет входить. Но не так важно. Разбирай любую акцию. я хочу вам NKLA показать. Еще раз. Сюда, сюда. NKLA. Не хочет, не хочет. Ну, ладно. Начинай любую акцию. Разбирай любую акцию. Я вам советую зайти вот на этот сайт Finviz, бесплатный сайт Finviz. И он показывает, очень важный кусочек информации. В частности, short flow. Сколько, какой процент этой акции продан на понижение. Скажем, для NKLA это 2% с копейками. Примерно 3%. Это совершенно нормально. Это такая совершенно нормальная цифра. Если short flow, процент акций проданных на понижение выше 10%, выше 10%, это слишком много. Значит, слишком толпа шортит. И когда начинается, и когда толпа шортит, то заканчивается это, как правило, сейчас я опять нужно остановить будет share screen и показать вам другую. Значит, вы видели, я вам показал, где можно найти, где можно увидеть, где можно увидеть вот этот вот short interest. так, сюда. И вы видите сейчас вот эту акцию NKLA у Никола, да? Да, мы видим. Да, все в порядке. Что происходит сейчас? Это игра последних 2-3 недель. Гоняют шорты. То есть в NKLA процент шортов около 30, выше 30. Сумасшедший номер, сумасшедший номер, безумный номер. И когда люди шортят, то, естественно, они смотрят на эту акцию, стоит ли начать подниматься, они теряют деньги на шортах. И они в панике начинают закрывать позицию, чтобы закрывать, они покупают эту акцию. И когда свои покупки, они подталкивают ее еще выше, еще больше шортов паникует. То, что происходит в NKLA сейчас, это называется short squeeze, давят шорты. И это происходит в NKLA, это происходит в вот в этой компании VRTX. Нет. Но самое главное давление шортов происходит вот в этой компании GameStop. Вот так вот дайвер шорты. Вот так вот дайвер шорты. Как мне нравится. Акция торговалась по 22 доллара, по 30 долларов. И на сегодняшний день на 335 долларов. Это произошло за неделю с 30 до 335. Вот так вот. Дайвер шорты. Вчера она закрылась по 144, сегодня открылась по 350. то есть Никола это более типичный случай, что происходит, когда давят шорты. Но будьте очень осторожны, когда вы начнете. Если вы собираетесь шортить акции, если вы видите очень высокий короткий интерес, очень высокий короткий интерес, эту акцию можно покупать. но ни в коем случае не стоит заниматься тем, чтобы шорты такую акцию. Николык это очень жульническая компания вообще. Ее основал мужик, который с длинной и очень черной историей. И это все когда вышло, то акция обвалилась очень сильно и все ее зашортили. И теперь неважно, честная компания или нечестная. Но то, что все ее зашортили, это толкает ее вверх. Так что, Роман, всего вам самого лучшего. Будьте осторожны. Смотрите, как взлет закончился в ноябре, поэтому, как только увидите такой резкий подъем, один день оборвался, это пора уже, сказать, снимать сливки. Спасибо, Александр, за рекомендацию. Не является торговой рекомендацией. Не является торговой рекомендацией, потому что я не знаю ни размера вашего счета, ни вашей толерантности к риску, ничего подобного. Поэтому давайте массу запросов про акции. Некоторые из них, к сожалению, пришли слишком поздно. Например, Светлана хочет закоротить МКСА. Это была прекрасная идея пару дней назад, но поезду шел уже. Алекс пишет «Добрый день, предложу влом акцию Доминия». Вот это одна из многих акций по энергетике. Смотрим на недельный график. Что мы видим? Что когда был ужасный крах на рынке энергетики, акции Доминия упали где-то от 90 долларов до 60. Это в то время, как многие акции потеряли и по 80 процентов и больше. Эта акция потеряла треть, выдала вот такой хвост, отскочила от него, подскочила обратно до 80 и была довольно плоской. В последнее время опустилась ниже летнего минимума вот этого. И сейчас импульсная система применялась с красной на синюю. Недельный график разрешает покупать. Смотрим на дневной график, здесь совершенно прекрасная обычная дивергенция. вполне приемлемая акция. Желаю вам успехов. Татьяна хочет посмотреть акцию ATRA в LONG. Роман, я буду быстро говорить, чтобы успеть посмотреть список большой. Опять-таки, стратегия группы, к которой принадлежит эта акция, это что-то связанное с биологией, лечением биосерапевтикс. То есть, это такая очень актуальная группа на сегодняшний день. Совершенно четко введен аптренд ралли обратно в зону ценности, ралли обратно в зону ценности. И у правого края недельный график все еще красный, но если он поднимется выше 20 долларов, то перестанет быть красным, а на следующей неделе то же самое. Выше 20 долларов эта сделка станет легальной на недельном графике. На дневном ложный пролом вниз на прошлой неделе. акция строит дно. Я не уверен, что она еще закончила его строить, но акция четко строит дно. Анна хочет посмотреть акцию Келлог, защитная, это акция продуктовой компании, то есть, когда люди боятся, что рынок обвалится, покупают защитные акции, которые в любой климат будут хорошо стоять, связанные с продуктами и т.д. Опять-таки немножко поздно ее покупать. Мария, очень интересно, что так много женщин-участниц у нас, это приятно верить. Мария, еще одна энергетическая компания, WEC, рынок, в общем-то, довольно плоский и компания уже довольно сильно подскочила, для меня поезд ушел. Виталий хочет купить акцию, которая, кстати, у меня есть в портфеле, соскучился, уже не дождусь ее выбросить, но держу еще пока. FTI, технологическая компания, спокойный, спокойный взлет, выше конверта, возврат к зоне ценности, легальная покупка на недельном графике и сегодня очень позитивный разворот на дневном графике. Виталий, будете покупать, купите миллионов пятьдесят этой акции, чтобы она взлетела, наконец, дала мне хорошую прибыль, я тогда продам сразу. В шутках. Денис предлагает акцию без. Роман, остановите меня, если я очень быстро говорю, я просто хочу показать. я думаю, что все в порядке, потому что вы разобрали, например, ту же самую компанию Никола и предыдущую в самом начале, чтобы был понятен подход, а сейчас у нас просто очень много запросов, поэтому я думаю, что все в порядке. Может быть, со временем начнем их ограничивать, то есть принимать запросы, допустим, только о тех, создать какой-то элитный уровень для вас. Это ваше решение. Бест. Компания в четком тренде вниз. Да, у правого края похожа на бычью дивергенцию, но посмотрите, какие слабые были быки, когда они пробили нулевую линию. Чуть-чуть только. Так что дивергенция очень низкого качества. В то же самое время индекс силы на новых низах. Извините, пожалуйста, строитель звонит из другого дома. Подождет. Так, SQ. По-моему, это еще одна по-моему, это еще одна из компаний, с которыми поезд ушел. Так, компания SQ. У них очень хорошо шла вверх, она поднялась в 60-240, учетверилась в этом году. У этой компании очень красивые, очень удобные терминалы. Приходишь в любую маленькую лавку, у них стоит на прилавке этот терминал, они вводят в него сколько стоит, разворачивают к тебе, тыкаешь пальцем и все твое. Очень хорошая такая система. Но возможно будет покупка, возможно будет покупка в ближайшие недели. Недельный график красный и очень далеко от того, чтобы перестать быть красным. Но вполне может произойти то, что произошло в октябре. Падение в зону ценности и новый взлет. Потому что фундаментально у них очень хорошая модель. Я его подождал конечно пока импульсная система не перестанет быть красной. На дневном графике ничего привлекательного. Ничего привлекательного. Ни дивергенции, ничего. Но это опять-таки моя старая приятельница Маргарет. Я не сомневаюсь, если бы она смотрела на этот график, она бы его распечатала на стену и отметила красным карандашом на бумажке на распечатанном графике. Стрелочка купить, когда перестанет быть импульсная система красная. Николай хочет рассмотреть MRK. Норк. Это большая фармацевтическая компания. Когда смотрел на такой график, я хочу сказать, разбудите меня, когда она проснется, потому что ничего не происходит. Она и вверх не идет, и вниз не идет. Фундаментальная последняя новость была, что они пытались разработать свою вакцину от ковида, и результаты были очень посредственными, и они закрыли этот проект. Вот колеблется где-то между 75-ю и 85-ю. Если кто-то любит играть в маленьком диапазоне, это, конечно, очень подходящая акция для этого. Николай хочет закоротить одну из телекоммуникационных компаний Qualcomm. Почему бы и нет? Только что сегодня, я боюсь, уже немножко поздно. То есть сигнал был хороший, ложный пролом вверх, медвежья дивергенция MACD-линии, медвежья дивергенция индекса силы, но боюсь, что поезд уже ушел. Ну, будем надеяться, что участник удалось это сделать. Да, хорошо бы. Хорошо бы найти брокера, у которого есть машина времени. Я бы любые деньги заплатил, чтобы вернуться несколько дней назад. Акции ног. это компания баронки. одна. Разбудите меня, когда это закончится. AMD. Компания, которая делает чипы. Разбудите меня, когда это закончится. То есть вы видите одна с другой. Плоские, плоские, плоские компании. Если вы любите торговать в узенком диапазоне, то, конечно, это вариант. Интель. Интель. Я ищу сделок всегда или купить недооцененную компанию, или продать переоцененную компанию. То есть Интель был переоценен в последние пару недель, но, сказать, сейчас он вполне опускается к зоне ценности. Он уже в зоне ценности на дневном рынке, а на недельном рынке ваш выбор. Когда Интель перестанет быть красным, импульсная система перестанет быть красным, он станет легальным для покупки. Джей Ме в лонг. Технологическая компания. Вы знаете, одну секунду я хочу посмотреть, не переводя экран. какой у нее короткий интерес? J-M-I-A. J-M-I-A. Почему-то вот это то время, когда видим какой-то конфликт, когда включен Zoom, то Finviz перестает отвечать на мои команды. Я просто когда вижу такой резкий взлет, то у меня сразу возникает мысль, а нет ли здесь сдавливания шартов? Компания технологической и взлет очень острый. Вставать в лонг. Тренд несомненно вверх, но я покупаю в таких случаях только в зоне ценности. Я не позволяю себе покупать акции, которые находятся возле верхнего конверта, как эта акция в данный момент. Есть два подхода к покупкам. Покупать силу или покупать ценность. Я предпочитаю покупать ценность гораздо спокойнее. Едем дальше. Компания косметики Ульта. Закоротить предлагает Дам. Я надеюсь, что он закоротил, потому что опять-таки блестящая техническая фигура. На дневном графике все спокойно. На дневном графике замечательная медвежья дивергенция гистограммы, медвежья дивергенция линий, колоссальная медвежья дивергенция индекса силы. И долго спокойно создающийся топ. И сейчас вниз. Для меня коротить уже поздно, но если вы закоротили это раньше, то вы поступили прекрасно. следующая акция от Эдуарда MKTX. Что-то связанное с рынками. Вы знаете, выглядит очень прилично. И, кстати, выглядит прилично на сегодняшний день. Тренд вверх, несомненно, и периодически возникает откат ниже зоны ценности. И акция сейчас продается по 523 доллара. Если она поднимется выше 528 на этой неделе или 525 на следующей неделе, то импульсная система будет синей, а покупка будет легальной. Смотрим на дневной график. Ничего особенного. Но все, что мог стать выше 525 долларов, покупка легальна. Модерна. Я сделал небольшие деньги на этой компании, потому что как говорят по-английски, никак не могу обернуть свою голову вокруг нее. Это компания, которая делает вакцину против этого вируса. И почему я покупал где-то в районе 70 долларов, потом прорал, она взлетела до 170, упала обратно до 100, сейчас поднялась опять до 160. То есть почему компания с таким невероятно затребованным продуктом ведет себя настолько лихорадочно. Когда я не понимаю что-то, я стою в сторонке от таких дел. Я не лезу в сделки, которые загадка для меня. Для меня поведение этой компании загадка. но если вы бык, то подождите следующего спуска. Зона ценности на дневном графике где-то ниже 140 долларов сегодняшняя котировка 163. И бог в помощь. Замечательная компания, замечательный продукт, хотя правда они сейчас говорят, они продают по себе стоимость, они ничего не зарабатывают на нем, то есть они не наживаются на этой пандемии, но со временем конечно какие-то деньги должны получить. Едем дальше. Xerox старая американская компания, по-моему они стали делать деньги на каких-то защитных аппаратах для этого вируса. Но опять-таки вы видите идет тренд вверх, периодически падение ниже зоны ценности, но импульсная система красная, что слишком и ничего привлекательного на дневном графике. Роман, я все надеюсь, что увижу что-то, что скажу, ах, это великолепно, ах, это я хочу купить, но пока что. Вот, кстати, компания, на которую я точил зубы на уикенде, но стал покупать другое. FedEx компания экспресс доставки. FedEx колоссально взлетел, потому что, во-первых, все сидят по домам, доставку делают на дом, а во-вторых, они перед Рождеством подняли расценки. И FedEx, и UPS, наши две главные системы штата. Ложный пролом вверх, падение, и сейчас у правого края. Вот эти масса этих желтых точек показывают, что идет панический выброс акций. Выбрасывается огромный объем. То есть, видимо, все, кто заработал на взлете, или даже не успел заработать на взлете, выбрасывают свои акции. Подъем закончился. Но, тем не менее, акция отказывается проломить вот это донышко. Уже 4 недели получился на том же месте. А между тем паника продолжается. Паника продолжается, а цена не падает. И вы видите эту желтенькую точку. Она показывает, что если FedEx не упадет ниже этой точки, то импульсная система будет синий, голубой. Имеем право покупать. Смотрим на дневной график. Смотрим на дневной график. Вот это падение, небольшой взлет. Низшая точка этого падения была 242 доллара, а сегодня низшая точка была 240 долларов и 61 цент. То есть, у нас имеется одна из лучших фигур технического анализа. Ложный пробой. Представляете себе, все, кто купили, большинство, кто купили FedEx, поставили защитную приостановку на 5-10 центов ниже этого последнего донышка. Сегодня всех этих гениев выбили из игры, акции. Акция упала на доллар с чем-то ниже предыдущего донышка. И развернулась. Вот так вот. И этим показалось, что вниз она не идет, она не хочет идти вниз. Сегодня имела огромную возможность пойти вниз, когда ударила по стопу. Стопы выбрасывали акции, а акция поднялась. Так что для меня это страховка под ценами. Импульсная система все еще красная, но она станет синей выше 249 долларов. На недельном графике выше 244 долларов на следующую неделю. Так что все идет к тому, чтобы FedEx стал на покупку. Вот опять-таки эту акцию я бы даже на стенку прикалывать не стал. Я просто собираюсь посчитать, на каком уровне импульсная система перестанет быть красной и станет синей и поставить там приказ о покупке. Сегодня рынок в обвале, сегодня рынок очень тяжелый и вот в этом тяжелом рынке FedEx открылся низко, открылся с гэпом, ударил до нижнего уровня этого года и отскочил от него. Чем сообщают нам? Вниз не пойду, по крайней мере, не хочу пойти. Так, Александр пишет Blue, еще раз, Blue, разбудите меня, когда это кончится. акция, которая лежит на земле и ничего не делает, только дышит немножко, как припыхается. Вот, кстати, любитель золотых акций, Noir, Nowir, Sorry, AIJ. Нет, я неправильный индекс печатал. AIJ. Вот так вот, Недельный график. Помните, что золото низко, чтобы не голословно, вот он, график золота. Вот Недельный график золота. Золото идет вниз, тренд золота вниз, только стабилизировался где-то пару месяцев тому назад. А вот график акций AIJ. Они добывают золото и серебро еще при этом. И вот как акция себя хорошо ведет. То есть, видно, что нынешняя цена золота окупается, окупает их себестоимость, и акция растет очень мило. у правого края акция зашла в зону ценности. Дневной график красный. Не имеем права покупать сегодня, но завтра, если она поднимется выше 39 долларов, а сегодня на 38.15. Если она поднимется выше 39 долларов, то покупка станет легальной. Это, кстати, точечки показывают, где импульсная система применяет свой цвет. Это то, о чем я думаю, мы с Романом будем говорить, будем говорить имплементация этой системы. Дмитрий хочет закоротить вот эту компанию Fizz F-I-Z-Z. Я надеюсь, что вы не успели ее закоротить. Опять-таки, к сожалению, мне система не позволяет в данный момент, я себе просто помечаю карандашом, потом проверить уровень короткого интереса в этой компании. Она четко выглядит, как придавили короткий интерес. Придавили, придушили. 62%. 62%. 62%. 62%. Представляете себе, у нормальной акции, если вы возьмете для примера акцию IBM или акцию Apple, у них короткий интерес будет 1%, 2%. Вот так. Вы знаете, это как алкоголь. Даже если взять маленького ребенка, который никогда алкоголя не пил, в крови есть крошечное содержание алкоголя. У всех, это просто часть биологии нашей. У абсолютного трезвенника есть чуть-чуть алкоголя в крови. Вот это нормальный короткий интерес. 62% это безумный интерес. Какие-то гении решили, что эта акция не стоит 99 долларов, она переоценена за 90 долларов. они стали ее шортить. И зашортили ее настолько, что больше половины всех акций они зашортили. И вдруг кто-то стал ее покупать. И шортам стали немножко придавливать анатомию. И они стали закрывать свои позиции. Закрывают они позицию тем, что покупают эту акцию обратно. их покупки еще повышают цены. И вот так вот. Значит, это недельный график. Давайте дневной наверное будет более. Вот дневной график. Этот сквиз с давления шортов начался в понедельник. Акция открылась по 100 долларов, взлетела до 140 и потом осела до 110. То есть все решили, что все плохое кончилось. Можно выходить из дома. вчера она поднялась от 110 до 128 но закрылась ниже высшей точки предыдущего дня. И опять-таки все вздохнули с облегчением шорты сказали фух пронесло ах пронесло сегодня она открылась по 140 взлетела до 200 сейчас торгуется по 170 бедные шорты незабываемые это это создает людям незабываемые воспоминания на всю жизнь. Многие из них уйдут из рынка навсегда конечно. а кто не уйдет получит урок который будет полезно служить долгое время. Знаете говорят что умные люди учатся на своих ошибках а очень умные на чужих я надеюсь что вы входите в их число прежде прежде чем шортить проверьте короткий интерес едем дальше переворачиваем страницу осталось всего 6 акций уже больше часа прошло но Роман ничего что я монополизирую ваш микрофон еще несколькими 10 минут нет все в порядке нам нужно разработать систему для ограничения количества акций которые мы разбираем потому что в какой-то момент количество начинает принижать качество ну смотрим дальше Алихан из Грозного хочет закоротить Теслу Роман проверьте пожалуйста какой короткий интерес в Тесле один момент пока вы проверяете Теслу на недельном графике перестала быть зеленой она стала синей это тоже пузырь то есть замечательная компания замечательный продукт но это пузырь настоящий настоящий мир так не работает компания почти 900 долларов чуть меньше 8% вот так окей значит это а я помню когда у Теслы короткий интерес был больше между 20 и 30 то есть те шорты уже все их вынесли ногами вперед 8% по крайней мере вам не угрожает short squeeze с давлением шортов недельный график синий позволяющий игру на понижение смотрим на дневной график дневной график вы знаете знаете Алихан система такая значит верхняя точка 8 января была 884 доллара 49 центов верхняя точка в понедельник была 900 долларов и 40 центов то есть четко было пробито был достигнут новый пик был достигнут новый пик закрылась акция ниже предыдущего пика и сегодня в данный момент мы с вами разговариваем она торгуется по 879 70 она ниже вот этого январского пика то есть у нас имеется фальшивый пролом вверх импульсная система стала из зеленой которая была в понедельник вторник синий сегодня у меня немножко начинают чесаться руки закоротить эту штуку я не смогу этого сделать потому что завтра буду весь день в дороге но что я в таких случаях делу я начинаю смотреть акцию на внутреннем гибном графике значит слева слева 25-минутный график справа 5-минутный ничего особенного к сожалению ничего особенного я на нем не вижу дивергенции каких-то но все что я хочу сказать если вы соберете скоротить эту акцию то понедельничный пик понедельничный пик 900 долларов и 40 центов эта акция не имеет права преодолеть и опять-таки ставить защитный стоп 5-10 центов выше последнего пика это типичная ошибка новичков потому что акции очень часто прибивают вот такие уровни как я ставлю стопы смотрим значит на размер одной ATR даже не буду вступать в объяснение как мне в следующий раз одна ATR для этой акции примерно 35 долларов значит моя защитная приостановка должна быть где-то полторы ATR 50 долларов значит если коротить по 980 то стоп должен быть где-то в районе 930 довольно далеко поэтому это можно делать только в том случае если очень или если у вас очень большой счет или если вы открываете очень небольшую позицию желаю успехов интересная идея руки чешутся едем дальше ECPG пишет Дмитрий финансовая компания то же самое разбудите меня когда это закончится ничего особенного здесь не происходит акция в диапазоне и кстати Дмитрий задает вопрос можно ли проигнорировать сигнал импульсной системы одного из таймфреймов к примеру недельная система запрещает вход а дневная разрешает нет фишка вся в том что обе системы должны вам должны снимать с вас наручники обе системы редчайшие случаи когда я позволяю себе нарушать это правило это если один из таймфреймов показывает яркую острую дивергенцию бычью или медвежью если очень сильный сигнал на одном из таймфреймов то я могу позволить себе проскользнуть мимо другого но это бывает очень редко Илья хочет закоротить General Electric мне думается рановато фундаментально компания сильно улучшается экономика улучшается с другой стороны на дневном графике имеется очень четкая медвежья дивергенция но конечно в таком случае каратить надо было больше вчера сегодня акции уже начинают рисовать донышко Светлана хочет закоротить MKSI это наша последняя сделка потому что две следующие сделки это опять-таки SQ коротить и FedEx покупать так что Светлана хочет закоротить MKSI что-то мне кажется я уже видел эту сделку короче говоря нужно было делать несколько дней тому назад надеюсь Светлана вы успели это сделать вы знаете Роман я бы конечно с удовольствием высказался что мне больше всего нравится из этих сделок но я боюсь что я работал последний час как такая интерпретационная машина в таких случаях в голове мало что остается но из того что сказать выскочило на меня из этих операций это аккуратная покупка FedEx и AGI золотодбывающей компании но опять-таки с соблюдением всех правил с соблюдением всех правил контроля над риском которые описаны во всех моих книгах не во всех последние книги вы знаете готовятся очень российские темпы в России есть две скорости очень быстро или очень медленно я к сожалению в данном случае попал на вторую скорость готовится к выпуску моя последняя и самая важная книга которую я написал The New Trading for a Living как играть выигрывать новая книга 23 года спустя там хорошо очень описано описан контроль над риском старая книга это самая слабая часть буквально пару минут о том чтобы посмотреть на вопросы на многие с которых я уже ответил как бы кто-то спрашивает про биткоин знаете для меня биткоин это новое платье короля посматривать на него и так да но все договорились будем торговать биткоином а что такое биткоин это то о чем мы договорились а почему а вот мы договорились он стоит ну окей хорошо Джордж Алекс пишет дайте совет работающему трейдеру который стабильно торгует в плюсе уже три года но из-за жесткой политики риск-контроля практически полностью лишился возможности получения сверхприбыли если ставлю стоп далеко от входа значит скажу с небольшим капиталом а чтобы получить большую прибыль в рынке и так далее и так далее вы знаете Георгий Георгий поздравляю вас с успехом три года в плюсе подряд это серьезно это очень серьезно и на вашем месте я бы искал деньги в управлении не искал сверхприбыли а деньги в управлении если вы можете показать людям с деньгами как вы чего вы добились реально на реальных сделках и доказать это и подтвердить то не раскрывая свою систему вы получите деньги в управлении просто ищите ищите вот такие в мире много богатых людей в мире много больших денег в мире мало хороших трейдеров и вы должны помочь первой группе Роман я думаю что мы обсудили более-менее надеюсь все вопросы мы затонули на лишние 12 минут но я думаю нам стоит обсудить какую-то систему для ограничения вопросов спасибо большое Александр я с вами абсолютно согласен в целом я сейчас еще раз показываю все акции которые мы включили в этот список и я тоже расскажу про конкурс я думаю что мы будем выбирать просто 10 акций которые мы будем разбирать но в конкурсе участвовать смогут там все акции которые присылаются собственно те акции которые говорил Александр мы зафиксируем цену на 28 января и затем посмотрим цену 22 марта соответственно вот те акции которые между этими значениями покажут самый большой рост или самое большое падение в процентах тот и получит как раз книгу с автографом Александра это у нас конкурс на следующий раз ну и собственно для того чтобы вы тоже смогли принять участие в этом конкурсе он у нас проходит на ютуб канале Admiral Markets нужно под записью вот этого видео которое у нас сегодня проходит вебинар оно будет опубликовано завтра вот под записью этого видео необходимо предложить одну акцию которая торгуется в Admiral Markets лучше предлагать ее к дате следующего вебинара это будет 22 февраля потому что мы возьмем опять же период с февраля по март и та акция которая покажет лучший всего результат тот победитель получит как раз книгу с автографом Александра разберем не все как мы сейчас с Александром проговорили но все акции которые вы предложите то есть именно одну акцию от одного участника в конкурсе будут участвовать а уже в разбор попадут наиболее интересные на тот момент я думаю что так будет более интересные акции легче выбирать задним числом чем вперед ну так всегда поэтому не забудьте подписаться на YouTube канал ссылочку на него я приложил там все это обязательно будет ну а мы с вами увидимся в феврале если вы уже пришли на этот вебинар значит вам ссылка с напоминанием обязательно придет спасибо большое Александр как всегда было максимально интересно максимально продуктивно теперь в течение всего месяца можно пересматривать этот вебинар рассматривать акции которые вы посмотрели ну и что называется прикреплять себе на стену наиболее интересные спасибо большое спасибо тогда всем также большое спасибо за участие увидимся с вами через месяц ну и также посмотрим что произойдет нового что будет интересного ну и какие итоги из прошлого у нас появятся до встречи Продолжение следует...